Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова Сегодня со специалистами семейной клиники поговорим о женском здоровье и оперативной хирургии в гинекологии Представляю наших экспертов Дмитрий Печенкин, директор семейной клиники Здравствуйте, Митрий Юрьевич Добрый день Наталья Захарова, заместитель директора по поликлинике, врач, гинеколог, репродуктолог Здравствуйте, Наталья Николаевна И Сунцов Роман, заместитель главного врача по хирургии Здравствуйте, Роман Николаевич Добрый день Итак, начнем давайте с общей темы о том, что из себя представляет семейная клиника сейчас Это вопрос, Дмитрий Юрьевич, к вам На сегодняшний день семейная клиника – это многопрофильное лечебное учреждение, которое оказывает медицинскую помощь в полном объеме Как в поликлинических условиях, так и в стационарных и оперативных вмешательствах Наша гордость, конечно, это операционный блок, который вправе выполнить любой объем оперативных вмешательств, возможных в хирургическом профиле в городе Кирове Когда семейная клиника открывалась, я помню, что большое внимание было приковано к операционному блоку Все отмечали, что он оборудован последнему слову техники, что там потрясающе сделан ремонт Скажите, были ли какие-то изменения внесены в работу операционного блока за время работы клиники? Нет, на сегодняшний день изменения в работу клиники операционного блока не вносились никакие Он современен на сегодняшний момент и будет еще долго современен Потому что там применены были самые последние передовые методики и передовые материалы для его оснащения и ремонта И неактуальные на сегодняшний день? Да, неактуальные на сегодня, они будут актуальны еще много-много-много лет Ну, о применении операционного блока мы поговорим чуть позже А сейчас к Наталье Николаевне вопрос у меня Расскажите, пожалуйста, о гинекологическом отделении В чем его особенность, в чем преимущество? Гинекология тоже гордость нашей клиники Наша клиника направлена на повышение репродуктивного потенциала пациенток И на повышение рождаемости Как и вся Россия на этом акцент И мы от этого не отстаем У нас имеется два великолепных гинекологических кабинета Оснащены они тоже по последнему зову техники То есть имеется в каждом кабинете кольпоскоп УЗИ аппарат Весы и все полагается То есть мы принимаем эндокринологических больных по гинекологии В том числе с репродуктивными проблемами Это с невыношением, с бесплодием Ну и плюс других гинекологических пациентов Мы подготавливаем к программе ЭКО Проводим первый этап ЭКО Занимаемся в клинике семейной Имеется еще у нас один кабинет Это сургидрон То есть радиоволновой метод Лечения шейки матки Папилом Новообразование кожи То есть работают на этом аппарате Дерматологи и гинекологи Мы ведем на приемах беременных То есть я являюсь репродуктологом Беременных ведем То есть те женщины, кто забеременела у нас Они от нас не уходят Остаются, наблюдаются Мы ждем появления долгожданных малышей В ближайшее время хотим оформить стенд С малышами, которые родились благодаря нашим специалистам Как показатель успеха в клинике И которые будут радовать глаз и наш, и наших пациентов У нас есть хорошее еще физиоотделение Где проводятся манипуляции по лечению Тоже многих заболеваний гинекологических В том числе хронические эндометрии Какие-то воспалительные процессы Имеется зал ЛФК Где проводится инструктором ЛФК Гимнастика для беременных Специальная группа организуется И подготовка идет полностью Да, профессионал И конечно же у нас девятый этаж Это вот хирургический блок Там у нас работают оперирующие гинекологи Известные в нашем городе Кирове Тоже по последним технологиям Проводятся леопароскопические операции Гистероскопические операции Раздельное диагностическое выскабливание Все на новейшем оборудовании В том числе у нас проводится и влагалищная экстерпация матки То есть даже в таком объеме Это что такое? Это удаление матки при возможных патологиях То есть там при выпадении половых органов Имеется стационар Дневной стационар То есть такие пациенты Занимают потом койки в стационаре В дневном стационаре на реабилитацию После оперативных вмешательств Что касается стационара Тоже была на экскурсии Потрясающее впечатление Как в гостинице И питание там тоже многоразовое Лучше чем в гостинице Лучше чем в гостинице даже во многом Еще у нас есть особенность То есть больничные листы Выдаются листы нетрудоспособности В том числе и для беременных женщин То есть это тоже все у нас в пределах нашей клиники Да, хирургическое отделение 9 этаж И гинекологическое Пятый, пятый этаж То есть весь этаж ваш Почти, половина Вот, ну, наверное Еще у нас, конечно, к гинекологическим проблемам Относится маммология То есть это мы должны тоже отслеживать То есть у нас работает ведущий специалист маммологии Это Александров Проводится в нашей клинике маммография УЗИ молочных желез То есть все, не выходя из нашей клиники Все можно пройти, посетить данных специалистов И хирургическое отделение Роман Николаевич Расскажите, пожалуйста, о вашей сфере ответственности Ну, мою сферу ответственности Наталья Николаевна уже затронула В какой-то степени Как уже неоднократно было сказано Что у нас есть свой оперблок Который находится на девятом этаже И полностью занимает весь девятый этаж Никакие другие структуры к нему не относятся Соответственно, мы полностью В этом оперблоке автономны Отдельная у нас система вентиляции С вентиляцией и очисткой воздуха класса То есть системы фильтров у нас стоят И, соответственно, подогрева воздуха Кроме того, у нас есть собственное отделение В котором происходит стерилизация всех наших инструментарий Инструментарий и мягкого инвентаря То есть все у нас полностью автоматизировано И таким образом мы можем Не только, так скажем, себя полностью обеспечивать Но и обеспечиваем все наше учреждение Операционная у нас Также, как уже много раз говорили Сделана по последнему слову техники Можем мы проводить любые виды анестезиологического пособия И разнообразные хирургические операции Начиная от лапароскопических Заканчивая различными видами эндоскопии И открытых операций То есть в гинекологии Любые методики Любые оперативные решательства Мы можем проводить Опять же было сказано о том Что у нас есть и мамология Также точно все практические операции Связанные с доброкачественным образованием молочной железы Мы проводим в нашем отделении В том числе под анестезиологическим пособием Пациентки в зависимости от того Насколько у них выраженный процесс Могут оставаться у нас Либо на сутки, либо вечером Уже после осмотра врача Могут быть отпущены домой Опять же комплекс у нас полностью замкнутый Начиная от посещения врача в поликлинике Все виды диагностических манипуляций Могут у нас проводиться Ну и естественно Затем гистологические исследования Которые мы проводим Совместно с онкодиспансером То есть все заключения у нас выдаются Полностью Да, затронули тему анализов И исследований лаборатория Я думаю, что онкоцентра Диспансера Еще где лаборатория у вас? Нет, лаборатория онкоцентра Мы пользуемся лабораторией Для гистологической верификации Тех материалов, которые были получены В процессе хирургического вмешательства А клиническая лаборатория Предоперационная подготовка И все исследования, которые проводятся В амбулаторных условиях У нас выполняются в нашей собственной лаборатории Которая расположена на первом этаже Нашего здания Лаборатория позволяет выполнить Весь спектр Лабораторных, диагностических, клинических анализов Включая бактериологию Бактериологическая лаборатория У нас находится на кирпичной Соответственно Те анализы, которые мы не можем делать Или для подтверждения Определенных видов диагнозов Которые необходимы По требованиям Мы отправляем уже на детальную верификацию С гистологическим исследованием А так в основном Процентов 90 исследований Мы выполняем самостоятельно И при поступлении в клинику С утра, предположим, пациент поступает Ему нужно пройти Какой-то комплекс исследований Обследований Диагностики в течение дня То По экстренным показаниям Мы можем выполнить все анализы В течение двух часов Есть ли операции Которые предполагают Какую-то реабилитацию Если они есть То как вы с этим работаете У нас есть отделение Физиоотделения В котором Как Наталья Николаевна Уже затрагивала Есть все возможности Для реабилитации Начиная от Аппаратных различных методик От Магнита Различных Электрофорезов И так далее И тому подобное Заканчивая Залом ЛФК Иглорефлексотеперапией Мануальной терапией Множество различных методик Множество специалистов Которые могут Выполнить Практически все Комплексы реабилитации После операции Ну и естественно Ранний реабилитационный период Который проходит Непосредственно После операции У нас возможно Пройти в круглосуточном стационаре Под наблюдением Медицинского персонала И все зависит Конечно от Объема Хирургического вмешательства Чаще всего У нас находятся Пациенты Около суток Ну Как я уже сказал Может быть От нескольких часов До нескольких дней Все это у нас Можно пройти То есть Полностью Пациент Может пройти Весь комплекс Как предоперационной Подготовки Так и Оперативное лечение И послеоперационное Наблюдение Без Ухода Из нашей клиники И обращения В какие-либо другие Все под наблюдением Да Под полным контролем Можно мне еще добавить Да конечно Про акции У нас в гинекологии Такие достаточно новые Современные В сентябре у нас Проходит акция По обследованию Женщин На наследственные Гены По раку молочной Железы Это БРС-1 БРС-2 То есть Обследование у нас Стоит всего 2000 рублей Это сдается Однократно в жизни И можно увидеть У тебя отягощена Наследственность Или нет Стоит следить Тщательно За здоровьем Молочных желез Или можно Профосмотры Раз в год проходить То есть Это очень важно И цена Очень хорошая Это только в сентябре Это в сентябре Да А так Около 4000 Стоит 2000 На сегодняшний день В сентябре Месяц БРС-1 И на БРС-2 Также у нас Врачи Проучены По интимной Контурной пластике То есть Это тоже Немногие центры Могут этим похвастаться Этому сейчас Тоже уделяется Большое значение У нас проводится Еще в рентген-кабинете Проходимость Маточных труб То есть Это нужен Рентгенологический кабинет Вот МСГ Метросальпингография Проводится тоже В условиях нашей клиники Так И еще надо не забывать Что у нас есть Урологи Достаточно Профессиональные Это урологи Андрологи Принимают Мужчин С проблемами Здоровья И для подготовки К планированию беременности Это я хотела добавить Да Благодарю за добавление Ну что Очень широкий спектр услуг Да Все темы Которые мы сегодня Раскрыли Вот хочется Немножечко приблизить К реальной ситуации И рассмотреть С точки зрения Профилактики Потому что То о чем мы сейчас С вами говорили Это уже Финальная стадия Да Когда мы уже От проблемы Избавляемся А все-таки Хочется Чтобы этой Проблемы И не было Вот какая Есть ли программа Какая-то подготовка Осмотр программы Для того Чтобы женщины Не сталкивались С озвученными Вами проблемами У нас есть У нас есть очень много Программ Чекапов То есть Начиная от фитнес Чекапов То есть При посещении Допустим Спортзала Спорт это здоровье И женщин И мужчин То есть Они посещают Наших специалистов И те Выдают рекомендации Что можно посещать В каком режиме В активном То есть Именно если Планируют Посещение Спортзалов Любых Впервые То есть Они не ходили Никуда Фитнес Не посещали Спортзалы То конечно Лучше Прийти У нас есть Знаешь что можно Что нельзя Да что можно Что нельзя Есть фитнес чекап Расширенный Это для тех У кого есть Какие-то проблемы Там может быть Ожирение Еще какие-то проблемы Гипертоническая болезнь Есть Краткие Фитнес чекап То есть Это ЭКГ Эндокринолог Терапевт И Кое-какие Лабораторные анализы Позвольте уточнить Имеется ввиду Именно предостережение Что Какой-то конкретной женщине С ее показаниями Лучше не обращаться туда Не ходить на эту программу Или это рекомендации Что Для того Чтобы вам достичь Конкретного результата Будут и рекомендации В том числе То есть Это уже по фенотипу Будет видно Если женщина Придет с ожирением То есть Дадут Программу По диета Терапии И в том числе Скажут Какая групповая Какая нагрузка Должна быть На организм Что именно Может быть Там какие-то Противопоказания Еще выйдут То есть Нельзя будет посещать Вообще фитнес-зал Вот А если человек Достаточно Норма стеник Артериальное давление Все в пределах нормы Сахар Гормонные щитовидные Железы Пролактивно придет Все нормально Тогда активные нагрузки Будут рекомендованы В полном объеме И он спокойно пойдет И будет знать Что противопоказаний нет И он не ухудшит Свое здоровье Насколько популярна Программа Это сейчас Мне кажется Должно быть интересно Многим Что сейчас повально увлекаются И спортом И здоровым образом жизни Так ли это Мы тоже так считаем Изготовили этот фитнес-чекап Действительно Сейчас спортзалы посещают все Наверное у нас Из присутствующих Наверное процентов 80-100 Кто же это Вот Поэтому Ну Я считаю Что это должна Тенденция набрать Актуальность В ближайшее время Может быть Люди еще не знают Что нужно проходить Что нужно оценивать Ну вот При рассказе На вашей программе Я думаю Что они Будут знать Все-таки Сидячий образ жизни Наверное Да Да Дайдет о себе знать Нужно решать Ведь когда человек приходит За какой-то За какой-то целью Получить Или здоровье Или сбросить Лишние килограммы В спортзал То после Получения Какой-то Медицинской консультации Эта эффективность Данных процедур Будет выше Просто-напросто Конечно Вот соответственно Уже Какие-то рекомендации По питанию Могут быть Рекомендации По нагрузкам Рекомендации По каким-то Физическим упражнениям По нагруппе мышц Или еще что-то Соответственно Это будет Более плодотворная Работа в зале После получения Определенных Медицинских консультаций Да Нутрициологи же Занимаются Подбором питания И люди платят Очень большие деньги За эту услугу За такие консультации Вот так что Имеет смысл Все это комплексно Думаю Пройти В семейной клинике Про фитнес Понятно Что еще По профилактике Да С точки зрения Гинекологии Ну С точки зрения Гинекологии Я бы тоже Могдагвай Почему Потому что Во-первых Это Сдача анализов Да То есть Это мало того Что просто Профосмотры Сдача анализов На различные В том числе Инфекции В том числе И прохождение Ультразвуковых Исследований И плюс У нас работает Очень профессиональный Врач-иммунолог Сейчас Много Очень различных Профилактических Прививок Которые могут Спрофилактировать Различные заболевания То есть Есть такой вирус Например Вирус папиллома человека Который провоцирует Развитие Рака шейки матки Сейчас Имеются Вакцины Которые могут Профилактировать Развитие Данного вируса То есть Данная программа У нас тоже есть Ну и Естественно В качестве Иммунопрофилактики Ну Просто здоровье Есть Различные Программы По Иммунопрофилактике В том числе Не только У женщин Но и у мужчин И у детей Мы забываем о том Что иммунопрофилактика Чаще всего Заинтересованы Бывают в педиатрии На самом деле Это не так Да, конечно Иммунопрофилактика Может проводиться Не только в педиатрии Но и у взрослых пациентов У взрослых людей Которые Не хотят стать пациентами Хотят Просто быть здоровыми людьми И таких Программ Очень много В нашей стране Есть Национальный календарь Который Обычно проводится Да Но на самом деле Прививок Их Больше Чем Входит в Национальный календарь Почему? Потому что Каждый человек Может иметь Какие-либо Проблемы Со здоровьем Предрасположенность Каким-либо Заболеванием И Соответственно Иммунопрофилактику Ему Проходить лучше Зрание Чем болеть Какими-то С оболеваниями Ну например Всем известный Вирус гриппа От которого Можно привиться Но Есть и ряд бактерий Которые вызывают Инфекции Верхних дыхательных путей Опять же Эти прививки У нас проходят Проводятся Мало того Что мы просто Их проводим У нас есть Как я уже сказал Врач-иммунолог Который может Проконсультировать И сказать В зависимости от того Предрасположенность К чему К инфекциям Верхних дыхательных путей Или к каким-либо Другим инфекциям Все можно Проконсультироваться И доктор уже Непосредственно Порекомендует Какими именно Прививками Лучше привиться А часто болеющих Не только детей Но и взрослых У нас много Много Да и взрослых На собственное здоровье В плане Вот Таких вот Заболеваний Обращают Меньше Чем Детей Но это Нужно Иметь ввиду Что в общем-то И взрослые Могут реже болеть Привившись При желании При желании Конечно при желании Но тем не менее Проще привиться И не болеть Чем Потом Лечиться Лечиться Да и иметь Не только Больничный лист Да и пропускать Свою жизнь На больничной койке Но и Возможно Развить Каких-либо Осложнений Совершенно верно Более того В программе Слушайте доктора Здесь мы постоянно Говорим о профилактике Говорим очень много О прививках О календаре прививок О том Что это на самом деле Имеет Некоторую пользу Давайте еще раз Точним По срокам Все-таки Как часто Обращаемся Нужно обращаться К врачу Как часто Нужно делать Какие прививки Как часто Нужно С профилактической Точкой зрения Приходить К специалисту И консультироваться Даже если Ничего не болит Даже если Все внешне Хорошо и благополучно Все равно Ведь нужно Ходить к врачу Раз в год Как положено Если здоровый человек То профосмотр Профилактический Это раз в год Как у гинекологов Так у урологов Так и у терапевтов У нас еще Существуют В семейной клинике Годовые программы То есть есть Такие годовые программы Как папа, мама, я Или Есть программы Которые В себя включают Обследование И наблюдение Двух-трех взрослых людей То есть это годовая программа Она себя Закладывает Вызов Педиатра на дом И терапевта на дом Сдачу анализов ЭКГ УЗИ Там все Сколько раз Можно все это пройти Постоянно С тобой врачи Будут на телефонной связи В случае необходимости Вот такие годовые программы То есть это уже Спокоен Что все Ты и твоя семья Под наблюдением И на связи С докторами Которые нужны А если мы В любом случае Все программы Которые у нас Большинство программ Которые у нас сейчас рассчитаны И которые у нас присутствуют Они направлены Именно на профилактику И на наблюдение здоровых детей Не даром Мы называемся семейной клиникой Потому что у нас Кроме наблюдения Вот Наталья Николаевна сказала Что допустим Наблюдение женского здоровья Женщин Оно в принципе Неразрывно связано И с мужским здоровьем Поэтому в комплексе Наблюдение Семейной пары Вдвоем Это приносит Больше положительного эффекта И соответственно Когда Когда мы наблюдаем Беременность Когда рождается ребенок То соответственно Он у нас плавно переходит В наше детское отделение С замечательными нашими докторами Которые По плану По приказам Министерства здравоохранения Наблюдают Пациентов Первого года жизни А это наиболее важный Первый год жизни И в принципе Вот эти все приказы Они именно рассчитаны На здорового ребенка Который родился Здоровым Крепким малышом Но в любом случае Его нужно наблюдать Его нужно наблюдать Первый месяц Раз в неделю И дальше уже Ежемесячно Он наблюдается Одна из программ Которая сейчас У нас рассчитана Она была В принципе Вот эти наблюдения Любой пациент И мама Ребенка Может наблюдать В любой обычной Поликлинике Приходя на прием К пациенту К доктору У нас разработана Программа По которой Мы можем Выехать на дом Иногда В большинстве случаев Для наблюдения Малыша И его осмотра Бывает комфортнее И малышу И маме Наблюдаться В домашних условиях Соответственно Наши специалисты По этому национальному календарю Точнее По приказам Всего Министерства Здравоохранения Могут выехать На дом Провести осмотр Взять анализы И в дальнейшем Уже наблюдать Как развивается Здоровый Крепкий малыш При необходимости В каких-то детальных Исследованиях Которые невозможно Провести У пациента дома Наши специалисты Приедут Привезут Маму с ребенком К нашему К нам в клинику Проведут Необходимый Комплекс исследований И отвезут обратно Такие комплексы У нас тоже В этом году Были разработаны Ну что От гинекологии Женского здоровья Мы плавно ушли В педиатрию Давайте вернемся Еще немножечко О женском здоровье Поговорим Отдельные программы Для женщин Созданные Для женского здоровья Еще есть Какие-то у вас Мы еще их осветим Или все уже рассказали Программа Профилактики В женском здоровье То есть Это включает в себя Профосмотр Раз в год Наблюдение Женщины То есть Она приходит Это особенно Касается после 45 лет Сдает Необходимые Мазочки На онкоцитологии Микроскопии УЗИ Проходит Кольпоскопии Это заключается Профосмотр Плюс Осмотр молочных Желез Ежегодные Для женщин Репродуктивного Возраста Для женщин И для планирующих Конечно Беременность Мы обследуем На носителей Инфекций Передаваем Половым путем Гормональный Спектр Смотрим Кировская область У нас Отягощена По йодному Дефициту Поэтому обязательно Смотрим Гормоны Щитовидной Железы Которые В последующем Могут Привести К замерзшим Беременностям К невынашиванию И опять эти проблемы Ложатся на наши плечи Поэтому мы это Профилактируем То есть мы обследуем До беременности Чтобы во время беременности У нас проблем Таких не было Проводим тоже УЗИ-исследования Это как часто? Раз в год? Раз в год У нас есть еще Фолликула генеза При планировании беременности Смотрим наличие Там доминантного фолликула У нас еще Новшества То есть мы сейчас Проводим исследования В нашей лаборатории Спермограммы Это уже Кондрология То есть ребенок Планируется не одним Взрослым человеком Двумя И у нас еще Проводятся такие Манипуляции Из рубрики ВРТ Как внутриматочная Инсеминация То есть все В условиях Нашей клиники Замечательно Да и Хочется уже Перейти к Кульминации Нашей сегодняшней Программы Это замечательная Новость о том Что с недавних пор Когда именно Дмитрий Юрьевич Появилась такая Возможность Да? В принципе С Нового года Мы все включены В систему Обязательного Медицинского Страхования Кировской области По определенным Причинам Мы можем Работать только С жителями Других территорий Кировской области И принимать Эти пациентов Бесплатно По полису ОМС Весь объем Оперативных Мешательств Кроме поликлинических К сожалению Услуг На сегодняшний день Но стационарная Медицинская помощь Помощь в условиях Дневного стационара И вся оперативная Активность Она может быть Выполнена По полису Обязательного Медицинского Страхования Абсолютно Бесплатно Других регионов Кировской То есть Все что мы сейчас Слышали Про хирургическое Отделение Замечательное С потрясающим Оборудованием Прекрасными Специалистами Представители Других регионов Близлижайших Или отдаленных Могут приехать И получить Любую Абсолютно По назначению Естественно Любое оперативное Мешательство Оно выполняется Строго По назначению После консультации Профильного Специалиста После Косминной Клиники Да Человек может Приехать Допустим Со своим Каким-то Первичным Осмотром Когда-то Либо рекомендацией Либо направлением Пройти Первичную Консультацию Нашего Специалиста Узкого Пройти Комплекс Исследований Если у него На руках Его нет На следующий день Уложится Наш стационар Выполняется Оперативное Мешательство По показаниям Уже наблюдается В течение Суток Двух-трех Если сколько Необходимо Будет Для данного Пациента И спокойно Выписываться За больничным Листом Под наблюдение Хирурга По месту Жительства Расскажите Пожалуйста В чем Интерес Представители Других регионов Жителей Других регионов Приезжать Именно в Киров Именно к вам В клинику И Заниматься Своим здоровьем Уже здесь На сегодняшний день Есть такое понятие Как медицинский туризм Он В принципе Интересен Для Некоторых Территорий В том числе Для нашей территории Кировской области Есть Все эти манипуляции Могут Пациенты Получить У себя По месту Жительства Но Все Прекрасно Понимают Что к сожалению Есть существо Этой очереди На данный вид Оператив Вмешательств Кто-то Живет У кого-то Есть здесь Родители Родственники Приезжают сюда В гости Или еще что-то В отпуск В отпуск приезжают Да К сожалению Не получив Или не успев Получить определенную Услугу У себя на месте У себя на территории Не могут Эту услугу Получить По любому адресу В том числе Переехав К нам сюда Не секрет Что Некоторые Манипуляции Некоторые Оперативные В том числе Оперативные Мешательства Они стоят В регионах Гораздо дешевле Чем В таких же Клиниках Многопрофильных Клиниках Наших Москвы Санкт-Петербурга И дальше Вот Специалисты Здесь у нас Нисколько не хуже Чем столичные Специалисты Выполняют Точно такие же Оперативные Мешательства Но Некоторые Процедуры Для пациентов Обойдутся Гораздо дешевле В том числе На сегодняшний день Если мы можем Выполнять это по полису Обязательного Медицинского Страхования То Милости просим В некоторых регионах Еще нет специалистов Допустим Север Наша Российская Федерация То есть Не все специалисты Присутствуют И не все Манипуляции Оперативные Проводятся Поэтому Для таких Тоже Ждем А я правильно Понимаю Что если человек Прописан В другом регионе Но проживает В Кирове Он тоже Может воспользоваться Если он имеет полис Обязательного Медицинского Страхования Не территории Кировской области Да Он может получить Медицинскую помощь Бесплатно В условиях Нашей клиники То есть Обращаем внимание Тех Кто нас сейчас Слышит И у кого Полис И прописка Не кировская Обращайтесь Приходите Звоните Мы активно Работаем В том направлении Чтобы данную Услугу Могли получить И жители Нашей области Прийти к нам В клинику И получить Весь спектр Медицинских услуг По полису Обязательного Медицинского Страхования Мы уверены Что в ближайшее Время Это произойдет И счастливо Сложится И для остальных Проживающих На территории Кировской области Ну что Наверное На этом Мы и закончим Наше обсуждение Спасибо большое Нашим гостям В студии Это был Печон Гимитрий Юрьевич Директор Семейной клиники Захарова Антон Николаевна Заместитель Директора По поликлинике Врач Гинеколог Репродуктолог И Санцов Роман Николаевич Заместитель главного врача По хирургии Сегодня мы обсудили И женское здоровье И программы Которые Разработаны Специально Для жителей Кировской области И живущих далеко За пределами Кировской области Людей Так что Приглашаем Всех Посещать Семейную клинику Особенно Тех Кто находится За пределами Кировской области Спасибо большое Еще раз Гостям Ждем вас Вновь С новыми Телами Интересами Важными Будьте здоровы Спасибо Спасибо Добро Слушайте доктора Имеется противопоказание Проконсультируйтесь У специалиста Проконсультируйтесь